Жертвы этого криминального дуэта – пенсионеры в возрасте от 60 лет и выше. Действовали злоумышленники по одной схеме. После ложного звонка попавшим в беду родственники, приходили и забирали у потерпевших последние сбережения. Алло. Алло, здравствуйте, это Дмитрий Сергеевич. Вы где, у подъезда или у коллекции? У подъезда. Второй этаж, я сейчас выйду. До выезда мне скинули, кто я, что я, куда ехать, как зовут. Приехал. По-моему, меня звали Дмитрий Сергеевич. После чего мне опять же передали пакет, я забрал. Суммы были 100 тысяч, 120 и 200 тысяч. Я оставлял себе процент, то есть 5% от суммы. Бабушки встречали, ничего не говорили, потому что они были на связи, как я понимал, с операторами. Вот, то есть я просто подходил, представлялся по имени, который мне предоставляли, вымышленное, и забирал посылку. Ты понимал, чем ты занимаешься? Да, я понимал и раскаиваюсь в этом. А что тебя толкнуло пойти на это? Легкие деньги. А легких денег не бывает. Легкой добычей друзей стали деньги четырех жителей Саратова. Общая сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей. Сотрудники полиции напоминают, пожилые люди уязвимы в общении с незнакомцами. Уберечь их от мошенников можно лишь постоянно, напоминая о мерах предосторожности. Мошенники действуют по похожей легенде, пугают историями про родственников, попавших в ДТП, и предлагают решить вопрос за денежные средства. Предупредите своих родных, что в таких случаях нужно перезвонить близкому человеку и выяснить, действительно ли он нуждается в помощи. Также ни в коем случае не следует передавать деньги курьерам. Берегите себя и свое имущество. По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 159 Уголовного кодекса России. За совершение противоправного деяния законодательством предусмотрен ряд альтернативных мер ответственности, в том числе наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время полицейскими ведется работа по розыску организаторов данных преступлений. Эллада Бжалимова, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.